Послание апостола Павла к римлянам, 12 глава, 15 стих. Наизусть, запомните этот стих, коротенький. Радуйтесь радующимися и плащи с плащущими. Нам известна радость и известны слезы. А о чем он говорит здесь? Если бы это просто на улице кто-то сказал, тут понятно, радуйтесь. А что приезжает какой-то знатный человек, или цены понизили, мир. Ну много радости на земле. Однажды было, что церковный человек сказал, ваши безбожные радости, это наши радости. Мы знаем это кто сказал, митрополит Сергий Строговонский. Слова совершенно бессмысленные, будущий советский сталинский патриарх. У них радость была какая? Убивать верующих, разрушать храмы, закрывать монастыри. Как это нашей радостью может быть-то? Тут же безоговорочно было. Ваши безбожные коммунистические радости, это и наши радости. Мы такие патриоты. Это неправда. То, чему мир радуется, мы там плачем. А где мы радуемся, они печалятся. А где радоваться надо? Надо учиться. Возрадовался я, дабы говорит, когда? Не когда царем стал. А когда сказали мне, пойдем в Дом Божий. Это осталось в силе. Почему? Храм нас объединяет. В храме совершается таинство. В храме звучит Слово Божие. Это должно быть. Если этого ничего нет, это не храм. Радуются на небе ангелы. А когда? Мы не знаем, что там они делают ангелы. Ясно, что они не спят, не постятся. Но радуются. Когда? Об одном грешнике. Найденная драхма, найденная овца. И на небе радость бывает. Вот это наша радость. А почему там они радуются? Блудный сын вернулся домой. Я вам вчера говорил, как нашу сестру выгнали, она прах отрицала. А уже полнеделя прошло, ее звали. Нынче должно быть там крещение. Но Бог так все делает необычно. Воды нет в нашей колонке. И они приезжают сюда сегодня после службы, и у нас будет крещение в нашем селе. Просьба одеться всем по церковной форме, как есть. Прийти на это великое торжество. Не прячьтесь. Вы старайтесь сюда заходить. Даже в притворе церковном находятся оглашенные. Не стойте там. Это ты сам себя уже отлучил, или что-то внутри тебя есть. То есть, какая у нас радость? Радость обращения, радость свидетельства, радость приобретения новой души для Бога. Мы не знаем, повторяю, что будет дальше. Это знает только Бог. Это сокрыто. Но мы знаем, сегодняшний день дан для того, чтобы мы прославили Бога. И в этом наша радость. Есть такие необычные выражения. Слезы радости. Слезы это же горе. Но они к радости относятся. Человек не может удержаться от радости. У одной матери он, это дитя. Она в великой печали. Святой воскрешает, она от радости тоже угорла. Сын растет, а ее похоронили. Вот как бывает. У меня в жизни были радости немаленькие. Вместе с печалями. Большие радости, когда долго ждешь что-то. Я еще не встречал ни одного человека, который бы столь молился, жертвовал милостыню, работал для того, чтобы вернулся Александр Солженицын в Россию. Я этим занимался много лет. Сделали печку. Бабушке, бабушке говорю, печь стоит 35 рублей. А у меня месячный оклад был 70. Полмесячного оклада. По рублю около церкви раздавайте, чтобы брат Александр вернулся. Я не говорил, кто. Вернулся. Я все время молился о крушении тоталитарного, сатанистского советского режима. Чтобы эта партия преступников, бандитов ушла от власти. Она хотя бы официально ушла. Разбойники. Почти 100 миллионов голов отрубили. Какая была радость. Империя лжи, империя зла рухнула. Это радость. И на небе раздался глаз. Радуйтесь. Пал, пал, Вавилон великая блудница. Это Вавилон был. Радуйтесь. Пленные возвращаются домой. Мы были как бы видящие во сне. И народы говорили, неужели это с ними Бог сотворил, когда мы считаем самым. Народ возвращался из плена. Стали реабилитировать невинные жертвы. Стали строить храмы. Как же было не радоваться. И вдруг мы видим, совсем пошло все не туда. Без слова Божьего. Храмы стоят пустые. Это уже сегодня понимают церковные иерархи. Мы думали, всегда будет так. Народ хлынул храмом. Никого нет. Почему появились сразу сектанты, иеретики, баптисты. Кого только не было. Они работают. И нам не излиться надо на них. А учиться у них. Мне этого попростить не могут. Как это идти учиться у сектантов? Это так, что они лучше нас в этом вопросе. Они Библию в руках держат. Они проповедуют. Они заблудшие. Они не знают пути спасения. По-настоящему. Они не в церкви. Но в этом вопросе надо поучиться. Когда Библию открываешь, какая радость. Это Бог говорит со мной. Ты хоть на секунду закрой глаза. Мысленно представь. С небу струится поток неизреченного фаворского света. И с нами говорит Бог. Это Сын мой возлюбленный. В Нем Мое благоволение. Где радоваться? Мы даже ведь не знаем, как радоваться. Дождь вернулась. Или приехали родственники, внучата. Ну, не радостно все-таки. Но если они безбожники, не радуйся множеству негодных детей. В Писании говорит. Не радуйся. Это хворост под котел. Вот, чтоб ты вырастил. Надо научиться знать, где печалиться. Для меня нет больше радости. Один человек сказал так. А мы за ним повторяем. Как слышат, что дети мои ходят в истине. Возлюбленный ученик Христоян. Вот человек не знал, если он давно знал. Вот сегодня они приехали, приедут сюда. Нет больше радости. Конечно, радостно. Когда долго ждали дитя. Оно родилось. Отца поздравляют. А Еремея говорит. Будь проклят день. Когда человек прибежал отцу моему. Сказал. Родился Сын у тебя. И обрадовал его. Как Ефа об этом говорит. Да не взойдет свет над этим днем. Какой печаль навел на меня Бог. Зачем я родился? Лучше бы я был с выкидом женщины. Вот какая бывает печаль. Как будто бы радовались. Для меня сегодня тоже радостно. Для меня каждая книга это рождение нового дитя. И сегодня я получаю новый дом. Опять радость. Почему там Слово Божие? Через эти книги многие находят путь. Многие. Мне от отсюда звонят, узнают. Из Испании один позвонил. Я вашу книгу начал читать. А я уже у баптиста был. Я сразу вернулся в православие. Представляете, какая внутри радость. Это просто надо почувствовать, что голос Божий достиг души. У меня-то всего лишь сосуд здесь. И вы учитесь радоваться с радующими. Если не подыскивать, что-то не так сказано, не нравится. Ну тебе не нравится. Но это не означает, что ты можешь доказать правоту. Ты докажи ее. Конечно, я говорю страшные слова. Что монаши вспоминали в том, что не было проповеди. Возникло мусульманство. Но это так. Об этом сегодня пишут газеты церковные. Об этом говорит и патриарх уже. Все понимают. Но только они опоздали. Опоздали немножко. Она дышит 400 лет. В первом послании Коринцева в 12.26 Павел говорит. Спасибо. Страдает ли один член? Страдают с ним все члены. Славится ли один член? С ним радуются все члены. Но один зуб болит. Но остальное-то все у тебя нормально, хорошее. Болит. Все тело болит. И вот одному кому-то тяжело. Поскользи вместе с ним. Мы не можем истинно до конца проникнуться болью человека, которого укусила акула. В Австралии. Но тот, кто рядом-то, его боль-то. Почему нам не передается? Почему мы не скорбим вместе с ним? Вот твоя корова болеет, а нам это больше больно, чтобы весь австралийский континент исчез. Потому что рядом здесь. И вижу, как брату тяжело. Поскорби, помолись. Ты не знаешь что? Помолись. Вчера звонят, что мы приедем. Вот мы молились. Нам сообщили уже, они постились в пятницу, в пол восьмого. Мы молились. Они говорят, и мы заметили. Необыкновенно легкая молитва у нас была. Так легко было молиться. Почему? Общим потоком мы нашли молитву. Люди радуются. Порадуйся и ты. 2 Коринфянам 11, 29. Кто изнемогает, с кем бы я не изнемогал. Кто соблазняется, за кого я не воспламенялся. Я пояснял этот стих. Воспламенение, внутренние температуры все меняются. А человек соблазняется, отходит. Поступает неправильно. Я смотрел на снимки, которые батюшка привез в Греции. Моя душа истомилась. Я снова возвращаюсь. Только руками сплеснешь. Какая же это вера? Язычество. Белый магизм. Ничего больше нет. Пробований нет. Возрождения нет. Молодежь не обращается. Стоят паломники, ходят в кладбище, храмы. Христа вообще нет. Как будто бы вообще Христа нет. А Христос послал подвоем. И объясняет. Подвоем, чтобы не так страшно было. Да и не помогу, чтобы во многих местах были. Мы думали ехать. Сегодня мы туда не поедем. Брат едет всего лишь на мотоцикле. Там люди ждут. Остальные все оказались на картошке. Еще раз сказали. А хоть один придет. Мы не имеем права ставить его без присмотра. Поэтому посланники наши будут завтра сегодня в Шарщина. Об этом надо молиться. А наше время будет на следующий воскресенье договориться. Мало того, заведующая сама звонила другим, чтобы пришли. Но у них сегодня копка. Ну не так, как мы замыслили. Но я этому порадуюсь. А расположение сохранилось. Чтобы сохранить доброе расположение, я каждый раз появляюсь и даю книги. Это не взятка никакая. Книги это самый ценный подарок. Через книги легко заводить знакомство, расположение людей. А ты ничего не можешь этого взять. Молись. С чем-то можешь. Помоги какой-то лептой. Добровольно дающего Бог любит. А не так. Ты вот нажал на меня. Я не жал. Я сказал. Вот оно, видите. Доброходно дающего любит Бог. Мы с тарелкой не ходим по храму. Положишь, не положишь. Десятина это строго обязательно. Иначе это уже за пределами церкви. А остальные, это две десятины, ты можешь давать, можешь не давать милость. Ты можешь все у трупа себе сложить. У меня еще есть одна молитва. Чтобы радость наступила при моей жизни. Но ее пока нет. Чтобы Красную площадь освободили от смердящего трупа, величайшего преступника всего человеческого. Человек, на совести которого миллионы погубленных душ. И он лежит, смердит и не могут никак убрать его. Уходящий президент сказал, это самая большая ошибка, что я не убрал его. Трупопоклонники. Но это все в нас. Значит, он для чего-то нужен. Я молюсь об этом, но видимо мне не дожить. Говорят, строят пантеон, скоро уберут другое место. Но это скоро растянется, может, на годы. Второе к Коринфянам 2-3. Это самое и писал я вам. Но вы, придя, не имейте огорчения от тех, о которых мне надлежало радоваться. Ибо я во всех вас уверен, что моя радость, есть радость и для всех вас. Я эти слова апостола Павла адресую к вам. Я хочу, чтобы моя радость сделалась и вашей радостью. У нас опять радость, что сходили в университет, и ректор, и проректор, все расположены. И опять нам ту же аудиторию дали. У нас все идет, как было намечено. Это Бог так делает. И епископ пытался мешать, посылал с бумагой, чтобы нам отказали. И они не пошли руководство, хотя они с ними вместе. Это Бог сделал. Скольким людям еще будет радость в том помещении, где мы ведем занятия. Порадуйтесь вместе с нами. Вот сейчас трудность восстановить нам интернет. Что-то там не ладно. Книги не добавляются новые. Работает брат Алексей. Помолитесь тоже. Не просто все оказывается так. Я говорю, кто там главный, там книги, подари ему. Ведь речь идет о тысячах, десятках тысяч людей, которые входят в наши книги. Так вошедший, он не один только считает, он другому дает. И оттуда можно только сразу вскачивать, называется книгу. Даже не получает. Но она другая, в электронной версии. Но время пришло такое. Я говорю такими словами, которые апостолы не говорили. Но время пришло. Видите, с какой скоростью распространяется Слово Божие. Видел ангела, который летел по небу и нес вечное Евангелие. Ну вот, может, это как раз и есть по эпиру распространяется, в вечное Евангелие. Деяние. 11.23. Он прибыл. И увидел благодать Божией, возрадовался, убеждал всех держаться Господа искренним сердцем. Благодать Божией заключается в обращении людей. Вот это и есть благодать. И возрадовался. Когда люди обращаются, располагаются, умейте радоваться. Скажи, это ответы на мою молитву. Евреям 13.3. Помните узников, как бы и вы с ними были в узах. И сразу же, как и сами, находитесь в теле. Благо, сегодня нас не сажают. Но в Китае сидят христиане. В других странах. И их надо помнить. Они страдают за имя Господня. В других странах мусульманских, где если кто-то проповедует, и если человек отойдет от мусульманцев, сразу казнят. У них один закон. Сразу казнить. И все равно идут и проповедуют. Исайя 66.10. Возвеселитесь с Иерусалимом и радуйтесь все любящие его. Возрадуйтесь с ним радостью все, сетовавшие о нем. Бог возвращает к Иерусалиму пленников. Если Господь начнет сегодня работу через проповедников, православная церковь может еще ожить. Хотя внутри меня веры почти нет. Чуть-чуть где-то мерцающие. Потому что священники борются не за Слово Божие, а против Слова Божия. Конкретно, прямо даже не то, что мои книги, а Евангелие, привозят новые заветы, и они воюют, чтобы никому не давать. До такого мы ужаса дожили, как во времена ефесских отроков. Епископы перестали верить в воскресение из мертвых. Перестали. И Бог воскресил отроков, которые 300 лет спали. И они начали доказывать. Не Библии доказывать, а чудесами. Иерусалим 2.11. И услышали твои друзья Иерусалиму о всех этих несчастьях, постигших его. И пошли каждый своего места и сошлись, чтобы идти вместе сетовать с ним и утешать его. Где несчастье случилось, пожар, горе какое-то. Спешите узнавать, помогать. И просить Бога, чтобы Бог утешил этих людей. Видите, это были князья. Они издалека пришли, услышав о беде Иова, что Бог отнял у него все. Самый богатый человек Востока, написано, богаче всех был. И вдруг все, Бог отнял. Детей. Десятеро детей в один день погибли. Дом разрушен. И сам покрытые проказы за городом, где-то на навозной куче один сидит. И они пришли и семь дней молчали, а только смотрели на него, плакали и вздыхали. Слова застревали в гордане. И дальше появится эта книга, которая научит нас, как нужно достойно переносить скорби. Скорбеть со скорбящим. Говорят, а что лучше, легче, радоваться с радующимся или скорбеть со скорбящим? Скорбеть намного легче. А вот когда у другого радость, человек по-другому смотрит. А почему у него, а не у меня? Говорят, во всех странах мира так, что учат детей. Смотри, вот у него соседа, видишь, все есть сынок. Под напряжемся. Заканчивай скорее университет, ты будешь мне здесь помощником, фермером. Мы тоже поднимемся на ноги. А у нас не так. У соседа сдохла коробка, шургу и вторая сдохла. У нас, чтобы если я бедный, чтобы он такой же стал. Это называется менталитет русского совка. Мы не понимаем, что тому плохо, но и мне, а он разница плохо. Богатый сосед, а ты и мне хорошо, он чем-то поможет. У соседа радость, и она на меня распространяется, эта радость. Иоанн 11, 19. И многие из иудеев пришли к Марфе и Марии утешать их в печали о брате их. Это принято во всех народах, особенно у южных, это распространено. Если свадьба, гуляет полгорода, все вместе. Если какая печаль, все идут и идут непрерывно. Иоанн 11, 33-35. Иоанн. Иисус, когда увидел ее плащущую, и пришедший с ней иудеев плащущих, сам воскорбел духом, и возмутился, и сказал, где вы положили его? Говорят им, Господи, пойди и посмотри. Иисус прослезился. Какое редкое слово. Как все говорили, как он любил его. И он прослезился, значит и слез допустим. Если Господь прослезился, то и нам это вину не будет поставлено. Но наши слезы, это слезы радости. Человек идет сразу к Господу. Это не то, что тогда, когда Лазарь. Лазарь умер и пошел в преисподние места. Лука 11, 58. Мы услышали соседи и родственники ее, что возвеличил Господь милость свою над нею и радовались с нею, что долго не было детей, рождается. У кого горе, печаль, дети не знают Господа, назначьте пост. Призовите друзей, если у вас друзья есть. Скажи, давайте определенный день будем молиться. А что он может разве обратиться? Блаженный Агустин. Распутный человек. Можно сказать, кутежник. А мать плакала и плакала, и наконец она его нашла. Он обратился к Богу. И тогда вдвоем они усилили молитву об отце. И отец обратился, и отец стал епископом еще. Чудо-то какое. Она очень любила Господа, святая Моника. Вот пример женщины. Лука 15, 5, 7. Она, найдя, возьмет ее на плечи своей с радостью и придя домой, созовет друзей и соседей и скажет им, порадуйтесь со мной. Я нашел мою пропавшую овцу. Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике. Чекающимся. Нежно 99 праведников, не имеющих нужды в покаянии. Ниемя 1, 4. Услышав эти слова, я сел и заплакал. И печален был несколько дней. И постился, и молился перед Богом Небесом. Когда услышал, что в Иерусалиме, что храм разрушен, что жертва не приносится. О церковных делах плакать, молиться сегодня кто так будет, как Ниемя молился. И несколько дней, а он занимал большой государственный пост. Все оставил. Какая печаль? Я православный. Моя печаль должна быть самая большая православия. А у меня нет печали. Я говорю, я говорю это, стараюсь сделать и вижу, как будто все сотлело, все пропало, окончательно и ничего невозможно. Все-таки священники должны заниматься этим. Они не только не занимаются, они вылавливают слух даже, где кто этим занимается. Только одно, кадила, дым, службу, богослужение, службу, больше ничего нет. Монастыри, ну, слово не сеется. И осенью ты придешь на поле с пустым мешком и с пустым уйдешь. Семь это не было посеяно. Филиппийцам 2.17. Но если я и садел, и жертву, и за жертву, и служение веры вашей, то радуюсь и сорадуюсь всем вам. Апостол Павел, когда готовился к Иерусалиму и знал, что его там арестуют и будут бить, и посадят, то люди все упрашивали, плакали, на шею ему бросались. Он говорит, что вы сокрушаете сердце мое? Я умереть готов. И они успокоились. Видимо, так уж Богу угодно. Ладно. То есть радость Павла была такая, что ее трудно было принять. Ему страдать, а люди так со стороны. Они понимали, кого они решаются. Они ни одного вопроса больше не разрешат, послание не получат, проповеди не услышат. И они рыдали. И он их всех заставил замолчать. Присоединитесь к моей радости. Могли ли они радоваться, когда он был казнен? А написано, радуйтесь. Филиппийцам 2.18. А всем радуйтесь, и вы. Радуйтесь и сорадуйтесь мне. Филиппийцам 2.26. Потому что он сильно желал видеть всех вас. И тяжко скорбел о том, что до вас нашел слух о его болезни. Болезнь непростая была, а его мучили во время ареста. И он скорбел, что люди из-за него в печали. Филиппийцам 2.28. Посему я скорее послал его, чтобы вы, увидев его снова, возрадовались. И я был менее печален. И какая связь? Услышали, они печальны. И Павел с ними печальность. И посылает кого-то возрадоваться. Вы о нем печальны. Да он живой. Иди сходи. Да я не домогаю. Сходи. Не показывай о своей болезни. Пусть они порадуются. Вся община болела, что их сотрудник, одних постных парок, лежит в мастерии. Вот как мы должны понимать, один член болеет, все болеют. Один радуется, все радуются. Об этом надо просить молитву. Научи нас Господи истинной радости. И истинно правильно переносить печаль. В Салмопелес 34.13.14. Я во время болезни ходивался во вретище. Изнурял постом душу мою. И молитва моя возвращалась в недр мою. То есть я молюсь, я опять повторяю и плачу. Я поступал, как бы это был друг мой, брат мой. Я ходил с корной, с понижшей головою, как бы оплакивающей мать. Какое все-таки сердце Давида было доброе. Какую он песню воспел на смерти Анафана Саула. Как он заботился о детях врага своего, царя. Но когда я спотыкался, гонители мои радовались, рукоплескали, пришел на него день погибели, чтобы этого не было. Даже если самый лютый враг пойдет, и тогда не радуйся, Богу будет это неугодно. А ты скажи, Господи, какое несчастье постигло ему. Прости меня, что я не сумел вовремя ему помочь. Будем просить у Бога умение радоваться с радующимися и такую радость другим доставлять. Не молчите, когда без истины духовная радость. И не прячьте скорбь свою внутри себя, потому что легче скорбь приносить, когда тебе сочувствуют. Возвещайте и другим. И скажи, меня Бог посетил печалью, по грехам моим, или для прославления своего имени, но я благодарю его. Порадуйтесь со мною. Аминь.